РУКОВОДСТВО БОГАТОГО ПАПЫ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ. РОБЕРТ КИОСАКИ. АВТОРСКИЕ ИСТОРИИ Здрасте, это я, Андрей. Помните вы или нет, в прошлой серии я осознал, что хочу заняться инвестированием. Если не смотрели, обязательно посмотрите, но лучше после этого видео. Тут я, ну, совсем прокачанный стал. Жалко, что всё, как всегда, пошло не по плану. Но начнём с того же, на чём остановились. Я позвонил своему старому другу, сыну богатого папы Лёхе. Подпишитесь на канал и станьте частью сообщества номер один о полезных книгах в Ютубе. Каждое видео экономит вам минимум неделю обучения. Алло, Лёх, это я. Ага. Андрей, найдётся время встретиться. Слушай, Андрюх, некогда сейчас, сам понимаешь, бизнес, бизнес, интернет. А что, совсем не... Тут вдруг снова Джин появился. Да как дал Андрею по губам, что тут сразу трубку положил и немножечко офигел. Ты что, ничего не понял? Да всё я понял. Особенно то, что тебе очень нравится меня бить. Скажи честно, тебя в детстве запирали в подвале и не давали мультики смотреть. В моём детстве электричества ещё не было. И мы смотрели телевизор при свечах. В общем, ты чего Лёхе-то звонишь? Ему, во-первых, не до тебя. Там новый айфон вышел. Всю семью переупаковывать. А во-вторых, начинать инвестировать с чужими деньгами – гиблая тема. Если их потеряешь, и должен останешься. И друга лишишься. А может и зубов. Зубов меня могут лишить только твои тумаки. Чего ты предлагаешь тогда? Предлагаю книжки почитать или устроить себе самообучение на каком-нибудь ютюбе. Ты вот, например, знаешь, что такое японские свечи и что с ними делать? Да как что, берёшь и суёшь в… Не-не-не, погоди, я не про то. Ладно, давай продолжим разбираться в азах. И обрати внимание, я тебя продолжаю учить, а болтуса такого. Даже несмотря на то, что ты меня назвал уродливым зелёным мужиком. Хо, ты мысли читать умеешь? Жалко, что ты не умеешь. Не пришлось бы тебе оплеухи отвешивать. Ты, смотрю, серьёзно настроился заняться инвестициями. Настолько серьёзно, что улыбаться перестал. И решил даже от пятой соньки отказаться. Отлично. Значит, какой-никакой тестовый капитал у тебя есть. Снова Джин объяснял Андрею всякие премудрости, активно убеждая, что реально заработать на инвестировании проще всего с командой. Без людей в любом деле тяжело. А здесь тем более. Лучше бы, конечно, нанять финансового консультанта, бухгалтера, юриста или опытного брокера. Но Джин в команде тоже сойдёт. На первое время. Без опытных людей ты сразу все деньги растеряешь, заметил Джин. Но это полбеды. План-то у тебя есть? Какой ещё план? Как будто не я тысячу лет в лампе просидел, а ты. Да и не в лампе, а в чайнике. Какую цель ты хочешь достичь, как инвестор? Какие шаги предпринять для этого? Так ты же это, сам что-то про лягушеды колбасы говорил. Да и я б себе Порш купил, наконец. Или даже страшно сказать Теслу. Слушай, ты что, вставку к первому видео не смотрел? Чем хороший инвестор отличается от обычного мечтателя? У хорошего денежек завались. Отсюда и до обеда. Джин снова как дал Андрею подзатыльник. И сразу ещё один для профилактики. Пусть будет не хороший, а разумный инвестор. Он отвечает правилу трёх О. Обладает образованием, опытом, остаточными деньгами. Для всего этого важно иметь план. Сейчас тебе надо резюме какое-нибудь забацать. Чего добился? Чего хочешь достичь? Цели в жизни какие? Сам подумай. Списать, как в школе, уже не получится. Да понятно это всё. Все, кто ничего не добился, так говорят. Раз понятно, почему сразу не сделал. Не просто так умные люди планирование придумали. Как только черновик плана для себя составишь, лучше проконсультироваться у более опытных коллег. Если не с кем поговорить, опять же, YouTube в помощь. Подумаешь и допишешь, как эти свои три О докрутить, чтобы твёрдо стоять на ногах и не плакать, когда потеряешь первые пять тысяч. И ещё, лучше план Б разработай, на случай, если совсем всё не так пойдёт. Ну, допустим, сделаю я план. По голове только не бей. А что, если завтра обнаружится, что я отец пятерых детей? Или меня с работы выгонят, или ещё хуже? Так это твой сегодняшний план. Он ещё будет меняться и корректироваться. Может, через год ты вообще осознаешь, что хочешь заработать на Феррари, чтобы его продать и достичь просветления. Но без чёткого понимания, где ты сейчас и что делать дальше, лучше никуда не соваться. Тем более в инвестирование. И главный шаг, про который большинство забывает. План нужно выполнять. Хотя бы потихоньку, но на месте не сидеть. Без этого так и будешь сидеть перед монитором. Смотреть очередной вебинар и ныть. Да это всё и так понятно. Андрей кивнул и убежал планировать от души. О жизни думал. Пару книжек начал читать, видосики посмотрел. Какой-никакой план набросал. И тут же представил, как на личный счёт капают денежки со всяких там пассивов. А под кроватью пылятся стопки бумажных активов. Ух, аж дух захватывает. К тому же работа у Андрея была хорошая, надёжная, в случае чего не пропадёт. Пошёл Андрей со своим планом к Джину. Пришлось ему сауну оплатить за столько мудрых советов. Правда, на всякий случай Андрей шлем надёл. Надоело тумаки получать. Пришлось ещё ждать, пока Джин в сауне напарится. Потом дал ему ноутбук свой. Намал, смотри на сей шедевр планового искусства. Джин затылок почесал, ногти на руках покусал и спросил. А ты советовался с кем-нибудь по поводу своего плана? Да вот ещё, платить я кому-то буду. Этих экспертов столько развелось, что хоть на лопату подкидывай. И вообще, ты ж мой главный советчик. Давай, говори, где вычеркнуть, где приписать. Никто за тебя твою работу не сделает. Даже самый крутой инвестор. Ты сам заинтересован в своём успехе. Ага. Вот и оставь это обывательское мышление. Киосаки-то читал? Начал, но запутался. Сколько отцов и кто чей сын? Финансовая Санта-Барбара какая-то. Эх, тогда слушай. Будем из тебя разумного инвестора делать, Бестолыч. Разумный инвестор ценит обучение, готов за него платить. А ошибки воспринимает как обязательную часть любого обучения. Ты вот веришь в свою стабильную работу? Это тормозит твоё развитие. Разумный инвестор ценит финансовую свободу и независимость, полагаясь на систему страхования. И да, она работает даже в твоей стране. И не только для олигархов. Когда разрабатываешь план, да и вообще принимаешь решения, важно советоваться со своей командой. Разумный инвестор понимает, что без взгляда профессионала никуда. Нельзя всегда быть единолично гениальным. А ты так вообще гениальностью не блещешь. Хотел Джин ещё один профилактический подзатыльник отвесить, но вдруг осознал, что Андрей в шлеме. Шлем надел. Ну вот, уже смотришь будущее и заранее оцениваешь риски. Осталось тоже к деньгам применить. За сауну спасибо, а то у меня совсем шея затекла в этой бутылке. Ты посиди, подумай, а через пару дней так и быть приходи. Продолжим в инвестировании разбираться. Но я ещё не... Джин щёлкнул пальцами, и Андрей исчез. Снова проснулся в своей постели. Хороший бы из меня препод вышел. Никаких переработок. Вам понравилось это видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите за нами в соцсетях. Мы стараемся для вас и всегда рады обратной связи. Субтитры сделал DimaTorzok